друзья всех приветствую вас на своем канале и меня зовут алексей недавно столкнулся с такой мыслью что было бы полезно записать ролик на тему экспозиции в кадре многие из нас привыкли включить видео поставить настройки в авто не все конечно многие конечно могут выставить выдержку поставить например на 25 кадров одну пятидесятую выдержку или на 50 кадров одну сотую выдержку а многие могут собственно поставить просто одну сотую выдержку выставить диафрагму кто-то может приоритет диафрагмы выставить и берут собственно ставят ну баланс белого понятное дело автомат многие ставят что собственно тоже не есть хорошо потому как если вы снимаете например в помещении Как я сейчас и у вас есть понимание о свете То лучше его конечно выставить вручную И берут просто-напросто в автомат ставят настройки ISO Что мы получаем на выходе? А на выходе мы друзья с вами получаем то, что вот например позади меня серый фон И когда автоматика пытается выставить усредненные значения Она естественно завышает То есть если у вас будет например сзади черный фон То он у вас будет больше серый Если у вас сзади будет белый фон То он у вас такой тоже будет какой-то знаете грязно-белый Когда белый фон автоматика считает что экспозиция завышена и ее понижает Соответственно когда черный считает что большое количество теней И соответственно поднимает тени Сейчас я пишу без профилей Потому как не вижу смысла писать Пишу на Sony A7C и не вижу смысла писать с какими-то профилями в помещении Более того у меня стоит дро дро это тени Поднимает вверх И пишу собственно в профиле есть Есть там на Natural Есть Vivid, Vivid, я не знаю как правильно называется Но в общем пишу Vivid И поставил резкость на плюс 3 Ну как мне достаточно такой приятный профиль Ну сам естественно профиль ППОВ Этот наверное как стиль называется И считаю что картинка достаточно неплохая Ну естественно чуть-чуть можно будет сделать цветокоррекции Но в принципе ее можно даже не делать Картинка собственно уже готова для того чтобы ее пустить на реализацию в канал Поэтому что я сегодня хотел бы сказать Давайте прям пройдемся по пунктам Если вы записываете какой-нибудь блок То в принципе я буду говорить про себя А вы уже решите интересно вам будете ли вы так делать или нет Если я пишу какой-то блок То я как правило ставлю 25 кадров в секунду Выдержку ставлю 1,5 И ISO в автомат не ставлю ISO я стараюсь подтягивать руками И смотреть что же из этого получится Есть два варианта Первый вариант можно поставить ISO в автомат И экспокоррекции чуть-чуть поправить Но мне кажется это такой более геморренный наверное вариант Гораздо проще я думаю вручную выставить ISO Если есть у вас возможность это сделать удаленно С помощью например телефона То можно сесть собственно на телефоне Включить дисплей и посмотреть какая же будет картинка И поправить ISO ровно то которое вам нужно Чтобы потом уже не корректировать То есть не поднимать шумы А тем более когда если вы пишете без профилей То диапазон Он достаточно Скажем такой знаете Урезанный Нежели писать например S-Log Либо гибрид лог гамму Ввиду того что Он рассчитан больше как раз вот именно на Отсутствие такого Света с перепадами То есть от темного к светлому То есть если у вас более менее Картинка нет резких перепадов Как солнце на улице бывает светит То здесь по большому счету Такой вот огромный динамический диапазон Он собственно и не нужен Вот хотя в принципе можно здесь И записать гибрид лог гамма Можно записать У меня лампочка Снимаю всего лишь от одной лампочки Стоит softbox И считаю что Ну как мне кажется картинка достаточно неплохая Вот выставляю ISO И получаю собственно Такую вот достаточно неплохую картинку Можно попробовать конечно Поставить ISO в автомат И сделать экспо коррекцию Чуть-чуть увести в минус И посмотреть что из этого получится Сейчас попробую Итак друзья Сейчас я ISO поставил в авто И пока без экспо коррекции Просто ISO авто ISO у меня поднялось до 2500 До этого стояло 640 И картинка естественно стала существенно светлее Но мне честно скажу что не особо нравится Я не люблю такую достаточно светлую картинку Так и как ее потом приходится На посте корректировать Но мы это с вами киноделы Нам это не нужно Поэтому давайте попробуем сделать На автоматическом ISO У вас есть такой кружочек Там до плюс 3 или до плюс 2 Ну как правило на всех более-менее свежих камерах Там до плюс 3 и до минус 3 Либо у вас есть кнопка Где можно сделать экспо коррекцию Посмотрите в инструкциях На всех фотоаппаратах Это присутствует кнопка Но в основном я так Если мне память не изменяет По-моему кружочек Если нет кружочка То кнопка будет там плюс Экспо коррекция И сейчас я попробую увести Ну скорее всего Наверное даже может быть на один стоп Может быть на пол стопа Сейчас скажу на сколько уведу Итак друзья Сделал экспо коррекцию То есть еще раз повторюсь 25 кадров в секунду 1,5 выдержка И ISO авто Сделал экспо коррекцию Думал даже опущусь до 2 Но опустился до минус 1,7 В принципе этого более чем достаточно Для того чтобы получить вменяемую картинку Так как я говорил уже ранее Если позади меня фон темный То естественно он ISO задрал до 2,5 тысяч А это сами понимаете 2,5 тысячи Это можно сказать привет шумам Это автоматка То есть вы должны ей дать понять Что нет Мне нужна хорошая картинка И поэтому нужно ее поправить На всех фотоаппаратах Я не помню Ну на последних точно Присутствует колесо экспо коррекции Если у вас нету колесо экспо коррекции То там кнопка такая плюс-минус По-моему нарисована И если попадать в такую ситуацию Когда позади вас темный фон ISO задирается То есть если вы вдруг поставили в автомате Находитесь на улице То лучше конечно ставить в автомат И сделать непосредственно экспо коррекцию Так как все зависит именно от угла попадания Света от солнца То есть отражение которое идет Здесь путем экспериментальным Вы придете к тому что картинка вам нравится Или не нравится Но в других случаях у вас просто будет ISO задираться Ровно так же как и если у вас будет Позади что-то все белое То у вас наоборот будет притемнять А вам то нужна наоборот картинка посветлее То надо будет соответственно наоборот Уходить по экспо коррекции в плюс Немногие по этому поводу в интернете что-то объясняют Ну по крайней мере я на это не попадал А приходишь скажем так Своим личным опытом Экспериментами И пользованием непосредственно своей камерой Sony A7C Естественно если в поисковике набрать Что-нибудь там про экспо коррекцию То вы найдете Но весь вопрос в том что Когда вы записываете видео Вы для себя хотите понимать А как же получить правильную хорошую картинку Уже на деле И еще раз повторюсь не забудьте Дома можно ставить Когда у вас постоянный свет Вы можете прям конкретно ISO выбрать И тогда у вас будет достаточно приятная картинка На улице лучше поставить в автомат Из-за того что солнце то за облака заходит То еще что-нибудь Даже когда яркое солнце Все равно оно по своей освещаемости Оно меняется Баланс белого на улице Лучше тоже ставить в автомат Потому как если у вас например солнце зашло за тучи То естественно баланс белого поменялся Он как правило должен подниматься Чуть в более теплую сторону Соответственно если солнце светит более ярко То баланс белого наоборот Опускается в меньшую сторону Сейчас я записываю при балансе Еще раз повторюсь От лампочки Это у меня по-моему 3900 там или 4 получается И на выходе Та картинка которая получилась В общем пишите друзья в комментариях Что думаете по этому поводу Мне будет приятно посмотреть Если есть вопросы задавайте С удовольствием читаю отвечаю Ну и всем хорошего настроения И не болейте